привет дорогие подписчики пришло время менять штатную магнитолу за спорза на 2 динамскую штатную магнитолу на 2 динамскую пришло время менять купил новую 2 динамскую магнитолу и там столкнулся с такой проблемой разъем идет евро стандарта но и при подключении магнитолы но и тоже идет разъем евро стандарт но столкнулся с такой проблемой что распиновка не соответствует этого переходника к разъему тот что установлен на автомобиле за спорза разъем мы имеем одинаковый можно было не заморачиваться просто взять там отрезать этот пин по проводам и припаять либо же сайте какими-то соединителями его прикрутить нужный провод к нужному поводу ну я человек непростой люблю позаморачиваться и чтобы не портить разъем на машине не обрезать я решил сделать данную конструкцию чтобы потом можно было легко эту магнитолу отсоединить снять и поставить назад на штатную магнитолу сначала долго думал бегал искал найти переходник папа для этого разъема но вы наших магазинах не в интернете я не нашел такой разъем сначала пропаял все концы попсовывал в разъем мы все работает все хорошо но время зимние и при включении печки все что совалась и перематывалась изолентой все начало таять и проводки начали выскакивать и тут мне пришла идея как все это исправить взял я обычный кабель телевизионный обычный телевизионный кабель нашел все дома валялся нужно кабель брать максимального сечения и нарезать вот такие вот штучки небольшие дом эти штучки берем в разъем и подгоняем нарезаем разъем и они сначала я их залужию так как и пустые они легко проходят фиксируется но легко проходят я их залудил теперь они нормально и фиксируется для чего оставляется вот эта штучка беленькая все очень просто для того чтобы когда вы в этот разъем их суммите все по очереди смотрите не пропустите пин все они хорошо лазят с этой стороной наверняка словами все их которые необходимы если чуть не влазит вам помогут ласка где-то больше улова направила где-то меньше получается вот такой вот замысловатое устройство теперь как мы их делаем значит берем примерного размера все для красоты что были все одинаковые пометили нарезаем примерно чтобы все было красиво мышь ниже коробки и жопоруки все было примерно одинаково с одной стороны с другой стороны аккуратненько вот эти аккуратно ножи острые можно порезаться лучше это все делать в перчатках вот обрезаем обрезаем эти краешки получается вот такая вот штучка примерная и так как она сильно легко заходит туда проходит проскакивает надо ее как-то уплотнить как мы ее уплотняем как я уже говорил выше залуживаем кто-то иногда обращался с паянником это легко сделает и те кто смотрит это видео я думаю они обращались канифоли не жалейте есть жидкости специальные брызгать канифоли не жалейте остудить обязательно потому что вот эта перегородка плавится и штырек может выскочить и второй конец при заложивании диаметр увеличивается поволоки которые мы вставляем постыдили все вот получается такая штучка потом аккуратненько с одной стороны его приплюснуваем так как этот самый при вставлении разъем если их не приплюснувать получается мало места друг для друга сильно близко расположены пины залудили все и она красиво все капитально становится вот такое вот чудо получается техники для подключения магнитолы в разъеме засфор за необходимо 12 таких штырьков распиновка идет 18 16 штук для подключения задействованы 12 проводов китайцы зачем-то сделали четыре провода ненужные шуль в этом разъеме в этом разъеме засфор за в разъеме там 12 проводов задействовано для подключения все получается такая незамысловатая конструкция подгоняем чтобы примерно были все одинаковые длины для удобства это для всех проводов для питания провода идет более толстый для подключения толстых проводов как я уже говорил питания провода питания они намного толще идут от этого самого этот разъем не подходит он пролетается свистом и нечем делать для этого я порывался в закромах и нашел вот такую вот медную проволочку которая очень хорошо сюда с натягом входит сейчас попробуем сделать для нее если получится можно нагреть одеваем одеваем получается тоже такой же изолированный вот обрезаем необходимого размера зачищаем с обеих сторон обязательно так как он покрыт специальный только не проводящий пленочкой зеленочкой зачищаем с одной стороны жена меня убьет убедил это делаем на столе лучше возьмите какую-то досочку и на ней зачищаем еще выше сразу на большом куски зачистили зачистили один конец и зачищаем второй конец зачищаем второй конец один конец не трогаем который будет заходить потому что он плотно заходит туда его утолщать не надо а второй конец заложим как и все остальные для того чтобы берите во что-нибудь его потому что горячо заложим так как мы к нему будем припаивать вот и в это же время наша термопрокладочка не термопрокладочка она не термическая но прокладочка изоляционная прокладочка купила в магазине такая гадость припой такая гадость сильно туго плавки благодаря сабдеповским припоем все будет намного лучше все будет намного лучше залудили и вот получается изолированный пин для питания также делаем для минусового питания два разъема здесь таких все задействованы все необходимые нам провода 12 берем термоусадочку купил такую в магазине красная красная розовая все нарезаем сколько нам надо кусочки одеваем на проводок и припаиваем конец припаяли убежите убедимся надежности спаечки все держится и надеваем термоусадочку на него все контакт надежный следующий делаем таким же образом насаживаем термоусадку заранее ну немного не надо потому что провода крутятся туда сюда пару паяем пару насадили в итоге мы получили вот такой вот выхода на концах то бишь один разъем будет втыкаться в новую магнитолу новую магнитолу и вторые концы необходимые разъемы такого же гнезда подключения магнитолы в машине далее пойдем подключать магнитолу в машине вот мы на машине будем подключать теперь вот это чудо магнитолу фирмы китайского пионера с кривой наклейкой к магнитолу как я уже рассказывал разъем идентичный разъем этот идентичный но распиновка проводов не соответствует распиновке этой проводов для этого мы и смастерили такое чудо соединение ну что приступим толстые провода всегда идут у нас питание желтый плюс в данной разводке черный минус здесь тоже вот идут толстые два провода черный и красный минус красный плюс ну с богом пробуем этот входит хорошо вот и на красный черный на черный зима на улице вот как красиво плотно все стоит дальше значит у нас еще основное питание есть еще дополнительный плюс дополнительный плюс который поддерживает магнитолу с выключенной машиной в работоспособном состоянии так второе дополнительное питание чтобы поддерживалась это у нас здесь оранжевый у нас он идет красный красный на магнитоле мы его так красиво клац и садим вот все мы их на месте с это самое поставили по распиновочке для удобства чтобы они были покомпактнее так вот мы их сжали вот такое получился у нас чудо этот чудо разъем и для более надежности вот так вот скрепим их хомутиком 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 не не никуда не делись и все держались по краю хомутика нет и второй хомутик наверняка я думаю никуда он у вас не денется и можно подключать к любой магнитоле давайте попробуем включим среди чудо техники вот он есть разъем есть разъем здесь ну пробуем оп заработал все чудо техники все работает все включилась подсветка проверяем вот подсветка заработала фары включились у нас на этом самом показывают все подсветка это не работает работает ну что подключение магнитолы как вы видите произошло успешно можно ехать смело на рыбалку и вас навигатор в магнитоле доведет в нужное место так нет не вот ну